Сегодня, смотрите, наверное, начнем, пожалуй, если кто-то будет присоединяться, в любом случае эфир, конечно же, сохраню, поэтому можно будет посмотреть в записи. Я боюсь, что просто у нас ввиду хорошей погоды самоизоляция, не очень самоизоляция, да, и людей, люди немножко не в интернете сегодня, вот, поэтому не вижу смысла сильно долго кого-то ждать. Итак, давайте начнем, и, конечно же, когда мы говорим о растяжке, первое, что стоит затронуть, это разогрев, без разогрева, к сожалению, тянуться нельзя от слова вообще совсем. И да, вам придется греться, даже если вы просто хотите, да, в каком-то там удобном положении посидеть на полу, потому что вы сразу же ощутите разницу, если вы просто сейчас даже сядете, будет тянуть прям неприятно. Вот, поэтому, что касается разогрева, как минимум приседания, конечно же, приседания у нас делаются с широко поставленными ногами, потому что нам нужно именно потянуться, да, тут не на силу упражнения, с коленом над пяткой. Итак, может быть, это должны быть прыжочки, отлично греют мышцы, но, помимо этого, конечно же, нам нужно обязательно разогреть еще и суставы. Знаете, вот эта любимая тема, когда ученица чуть-чуть опаздывает на занятия, забегает, ты говоришь ей, разогрей суставы, она говорит, я бежала, я бежала, у меня уже все разогрелось. На самом деле, это абсолютно, конечно же, не так. Помимо мышц, мы должны еще разогреть хорошенько суставы. Что касается суставов, особенно при работе с поперечным шпагатом, да, с тазобедренными суставами, обязательно нужно их греть. Здесь мое любимое вообще на тазобедренный, это такая штука, когда вы садитесь, вообще в идеале эту штуку нужно делать на поверхности, на какой-то, да, на что-то, на что вы можете ногу закинуть. Но если у нас такой возможности нет, мы просто садимся на одну ножку и в этом положении, так, сейчас я вам покажу стопу, и в этом положении колено поворачиваем сюда и наверх, сюда и наверх. Колено, конечно же, должно быть обязательно заблокировано, потому что греем мы с вами сустав в первую очередь. Это что касается вообще суставной разминки. Колени, как само собой разумеющиеся, что бы вы ни делали, всегда как минимум круговые движения коленями. Ну, это что касается вообще то, с чего мы начинаем. Итак, это такая общая информация, без нее никак нельзя, это еще хочу вас немножко поберечь от того, чтобы вы сейчас все начали пробовать и прочее. Да, потому что дальше пойду к упражнениям, пожалуйста, не, если не разогреты, не делайте ни в коем случае. Итак, теперь к самим упражнениям и к самим полезным всяким штукам, которыми сегодня хотела с вами поделиться. Что делать, если вы совсем-совсем не гнетесь вообще от слова совсем? Часто очень слышу, что девочки говорят о том, что да, я деревянная. Честно скажу, что в 90% случаев это оказывается не так. Но, в первую очередь, самое сложное, с чем мы можем столкнуться, это непроворачиваемый таз, сейчас покажу, что это, и нерастянутый подколенный. Если с нерастянутыми подколенными как-то еще тянуться можно, то таз, который все время заворачивается под вас, это, конечно же, большая проблема, потому что практически все упражнения в растяжке рассчитаны на то, что у вас должна быть как минимум прямая спина. Ну, а что же делать, если как бы пока что этой прямой спины нет и таз у нас не выворачивается наружу? О чем я, да? Нет, повторяйте, только разогревайтесь. Да, смотрите, очень часто бывает такое, что, когда мы садимся, если, так, сейчас я управляю телефон, чтобы не было лучше видно, и, наверное, даже поставлю чуть подальше, и так. Ага, отсюда. Когда мы садимся, в идеале вы должны сесть с прямой спиной. Если с проворотом тазобедренных все классно, то вы, скорее всего, можете сделать вот так. Ну, если вообще все здорово, да, то прогиб может быть еще больше. Но что же делать, если у вас совсем ничего не тянется, и как бы вы ни садились, как бы вы ни старались, у вас таз заворачивается вовнутрь, да, и поясничка не растянута совсем. Угу. Конечно же, с таким положением таза никакие складки, никакие наклоны работать не будут. По простой причине того, что все складки и все наклоны рассчитаны в первую очередь на то, чтобы работать с вашими тазобедренными, да, вы должны в них как бы складываться. А если у вас таз там, ну, понятно, единственное, где вы можете сложиться, это средняя часть поясницы, что, конечно же, недопустимо. Что делаем? Все упражнения, которые со спиной, сразу же хочется, конечно, делать у стеночки, да, когда у меня, я не могу держать ровную спинку, сяду-ка я к стене. Так вот, это главная на самом деле ошибка всего происходящего по простой причине того, что, смотрите, если у вас вот такая спина, вот она у вас, вот она у вас, кривенькая, да, такая, туда, вы берете эту всю конструкцию, присаживаете к стене, что вы получаете? Конечно же, вашу такую же спину, да, у вас точно так же таз получается вывернутым внутрь. Поэтому все вот эти упражнения со стеной делать, во-первых, не стоит, потому что, ну, мышцы спины все-таки надо укреплять, да, и стараться тянуться и держать себя, это раз, а во-вторых, смысла в этом, как видите, нет, да. Что мы делаем? Абсолютно все упражнения, которые есть, мы можем выполнять со стеной, действительно, она нам может помочь, но при этом спина ваша должна быть на полу. И вот здесь мы действительно получаем ровную спинку. При этом, конечно же, ну, мы не будем заползать попой на стеночку нашу, спина получается совершенно прямой, таз у нас развернут в нужном положении. Поэтому все положения бабочки, широко поставленные ножки и иже с ними, если очень хочется, если скривая вот такая подвернутая поясничка, да, и не выравнивается стена, мы делаем спина, то мы действительно делать их можем у стены, но спина у нас при этом должна быть на полу, а не на стене. Как всем хочется, да, всегда придвинуться к стеночке. Вообще стенка это такая, знаете, такой краеугольный камень, потому что всем всегда на нем хочется опереться, но делаем мы это всегда неправильно. В том числе, если, например, у вас уже есть, ну, какая-никакая ровная спинка, но при этом наклониться вы еще до сих пор, ну, как бы не можете, да, там, ни в бабочке, ни в широко поставленных ногах. Вот вы садитесь, да, поставили ножки широко, спина у вас прямая, таз у вас подвернут, но наклона нет, ну, не можете вы опуститься глубже. Конечно же, это тоже можно сделать со стеной, и она вам действительно может помочь, но не просто садимся к ней, да, и не упираемся вот так, да, не опускаемся сюда. Нет, ставим ручки ладонями вверх, и отсюда уже тянемся в пол. Ну, соответственно, да, я вообще, когда девочки у меня садились к стене, я всегда клала им под спину кирпичик, да, чтобы как минимум был вот этот уже естественный наклон, даже если вы не можете опуститься глубже настолько, чтобы вашими ручками упереться в стену, то хотя бы кубик, в домашних условиях, конечно же, можно полотенце, подушечку, что-что-что угодно. Вот. Это первый момент, который, который облегчит, если, облегчит вам задачу, если подготовки совсем-совсем нет. Второе. Все, вообще, любое упражнение, которое существует, не существует никогда групп по растяжке, разбитых по уровню подготовки. Ну, я думаю, вы замечали это. Всегда группы смешанные. Это связано с тем, что любое упражнение можно, конечно же, сделать более сложным или более легким. Поэтому абсолютно любое упражнение, которое вы видите в интернете, можно облегчить под ваш уровень, если у вас нет достаточной подготовки, чтобы заниматься в том ритме, в котором занимаются все эти прекрасные растянутые девушки в прошлом там, имеющие какую-то профессиональную подготовку. И это совершенно не значит, да, что с вами что-то не так, или что вы никогда не сможете этого сделать. Просто любое абсолютное упражнение можно адаптировать под свой уровень. Ну, как минимум, стеной и полом, да. Я бы сказала, что это, знаете, не растяжка с помощью стены, а растяжка с помощью пола, да. Когда все вот эти упражнения, которые у вас подвернута спина, вы переворачиваете на пол, спиной кладетесь, кладетесь. Нет такого слова кладетесь. Спиной ложитесь на пол. Что касается упражнений с притягиванием ноги, в том числе, да, вот мое любимое упражнение на раскрытие козапедренного, когда вы ножку кладете на колено и подтягиваете ее к себе. Не вот так это нужно делать, если у вас, ну, никак не идет нога. Это тоже можно сделать здесь. Здесь мы упираемся ножкой в стеночку, складываем ногу на ногу и постепенно начинаем придвигаться к стене, да, чтобы уйти на наш уровень, да. И если уже здесь все хорошо, мы просто берем ножку и подтягиваем ее к груди. Вот. И еще одно упражнение, которое хочу вам показать для совсем-совсем деревянных. Нужно делать его в дверном проеме. Я думаю, все вы знаете, вот это упражнение, да, когда нужно поднять прямую ножку наверх. К сожалению, ну, ввиду нерастянутости подколенных, нога у нас не у всех может подняться даже так. Представьте себе, что здесь дверной проем, вот сюда. И я на косяк складываю ногу. Все, сидите, тянитесь сколько угодно. Когда вам станет здесь легко, вы можете придвинуться, ваш косяк будет дальше давить на ножку. И уже там до своего уровня растягиваемся. Это что касается тех, кто считает, что у них совсем-совсем все плохо, совсем не гнется. И им нужен какой-то толчок для того, чтобы хоть как-то работать со своим телом. Вопросы какие-то, может быть? Ну, я думаю, что как бы вопросов пока не должно возникнуть. Если у вас вдруг будут возникать какие-то вопросы по поводу, как адаптировать какое-то упражнение, я, конечно же, отвечу их. Можно написать мне в личку. Я расскажу, как подстроить это под себя, если вам что-то пока что недоступно. Все, хорошо, да? Идем дальше. Это первая сложность, с которой мы сталкиваемся, когда мы совсем-совсем не растянуты, но при этом хочется нам начать, да, все эти красивые упражнения из интернета нам, к сожалению, там не подходят, да? Второй момент, это вторая сложность. Ага. Сейчас расскажу. Про зарядку. Вторая сложность, с которой мы сталкиваемся на пути к нашему шпагату, это, конечно же, недотянутые 5-10 сантиметров до пола, когда вы уже вот-вот сядете, но все никак. Отсюда два варианта, да, продольный поперечный шпагат. Первое. Обязательно подтягиваем колени. Вот таких историй, когда вы тянетесь, и у вас вот такое колено, нельзя. Связано это с тем, что вы неправильно распределяете вес. Но об этом чуть позже, сейчас пока немножко о другом, да? Колено, обязательно подтянутая. При этом, на самом деле, нет никакой принципиальной разницы, как тянуться с подтянутой ногой или с носочком вперед. Я всегда тянусь с носочком вперед, потому что это помогает мне держать в тонусе всю ногу. Я как бы ее полностью вытягиваю и затягиваю колено, да, тяну его в пол. Это первый момент, что в продольных шпагатах, ну и в поперечке, это вообще просто неприкоснительное, вообще неприкосновенное правило, обязательно колени должны быть подтянуты. Вот такой вот поперечки, вот с такими ногами, это элементарно травмоопасно. Такого делать ни в коем случае нельзя. Но об этом, я думаю, мы и так все знаем, понимаем. Дальше идем про продольный. Следующий момент в продольном, что делать? Ну, самая неприятная сложность. Это наш неправильный шпагат, да, когда мы вроде уже сели, но оно вот так. Вот, кости, они у вас направлены сюда. Хотя вообще-то должны быть закрыты, да, должны быть вперед, доби косточки. Но задняя нога предательски всегда разворачивается и едет в какую-то непонятную сторону. Первое, чем себе можно помочь, это поставить заднюю ножку на полупалец. Когда вы тянетесь, заднюю ножку ставить на полупалец, это гарантирует вам как минимум колено в пол, да. Будет немножко сложнее, конечно же, сложнее будет расслабиться. Но при этом ваша косточка не будет туда уезжать, потому что это будет физически невозможно. К сожалению, если бы это было универсальным методом, все было бы здорово, но помогает, к сожалению, тоже не всем. Поэтому делаем следующее. Если разъезжается таз, мы заднюю ножку также кладем просто на свод стопы, а переднюю ножку разворачивая бочком. Обязательно очень хорошо должны быть разогреты для этого ноги. И такой ножкой проезжаем в сторону. Ощущения в тазобедренном будут, знаете, такие, прямо скажем, специфические. Но это ни в коем случае не позволит вашей ноге задней развернуться сюда, потому что вам будет подкручивать таз. И у вас не останется никакого другого варианта, кроме как сесть прямо с правильным положением косточек. Это такой второй небольшой секрет. Что касается поперечного шпагата и работы с ним. А, нет, подождите. У нас еще в продольном есть такая вещь, как вес тела. Сейчас объясню. Очень многие работают с кубиками под руками. Действительно, вес должен распределяться на шпагат так, чтобы у вас тянуло обе ножки. То есть вес должен быть не здесь, когда у вас задняя, просто там для красоты, да, а на переднюю вы давите, на первую несчастную переднюю ножку. Нет, ни в коем случае. Ручками нужно подойти как можно ближе к тазу. И тут мы сталкиваемся со следующим. Мы ставим под руки кубики и начинаем себя здесь благополучно держать. Я обычно прям вижу, как люди поджимают плечи и держат себя. Расслабиться в этом положении, конечно же, невозможно. Не расслабившись на шпагат, не сесть вообще никак. Поэтому лучше возьмите стульчик. Сейчас покажу. Сейчас, секунду. Ну, если вы дома, конечно же, да. Та-дам! Сейчас, секунду. Берем стульчик, опираемся на него руками и садимся отсюда. Поверьте, это гораздо лучше, чем ваши кубики под руками. А вес точно так же будет распределяться в центр. Как и нужно ему распределяться. Мы вообще во всех спагатах стремимся к тому, чтобы у нас макушка была над копчиком. Вот это не шпагат. Вот это не шпагат. Вот. Это что касается продольного. И теперь про поперечный. Ну, там вообще все сложно, да. На самом деле поперечный шпагат действительно проще, чем продольный. Там меньше, зачем нужно следить. Потому что косточки там никуда не уезжают. Положение всегда ровное. Единственное, что сложно, это расслабиться, конечно же. Вообще, что касается расслабления. Мозг всегда можно обмануть. Если вы что-то не можете расслабить, попробуйте это напрячь. Эта штука отлично заметна на бабочке, да. Если вот вы садитесь в бабочку, у вас, предположим, вот здесь ножки. Самому с собой это делать немножко сложно. Если кого-то попросит, то вообще будет идеально. Сидите. Просто прямое положение, да, может быть, чуть-чуть с наклоном. Отсюда. Складываем ручки на ноги. Либо кто-то вам складывает руки на ноги. И начинает на них давить. А вы при этом начинаете сопротивляться и напрягать мышцы. Сопротивляемся, сопротивляемся. Насколько это возможно. И держим это положение, ну, прям приличное количество секунд, пока вот, пока можете держать. Потом делаем глубокий вдох. На выдохе расслабляемся. И наши мышцы, которые устали у нас, конечно же, быть напряженными, расслабляются. И это работает со всем. В том числе это можно использовать и в шпагатах, да, как в продольном, так и в поперечном. Где-то, когда вы здесь, вы замерли. И напрягли ноги. Так, как будто бы вы пытаетесь их втянуть обратно в корпус. Держите это напряжение хорошее количество секунд. То есть не так, что напрягли, расслабили, напрягли, расслабили. А прям вот все напрягаем. Причем напрягаться должны и пальцы, и ягодицы. Все, 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 все напряжено. И с выдохом отпускаем. И вы почувствуете, как вы прям проедете в этом положении. Итак, поперечный. Попробовали, встали в комфортное положение. Попробовали понапрягаться, порасслабляться. Чуть-чуть проехали. Дальше не идет. Что делаем? Остаемся в нашем... Так, сейчас я в какое-нибудь такое положение приму, чтобы... Вот. Ну, предположим, это ваше комфортное положение. Мы попробовали понапрягаться, порасслабляться. Хвостик пытаемся развернуть наверх. Колени обязательно подтянуты. Из этого положения мы можем покачать ножки себе от себя. Чтобы тоже чуть-чуть снять напряжение. Но я знаю, что эта штука дается не всем. Но есть вещь, которая дается всем. Так же, как и с широко поставленными ногами, мы можем делать наклоны. Так же и здесь мы можем тоже поделать с вами наклоны к ножке. Чтобы расслабить и вытянуть чуть-чуть тазобедрами. В этом положении мы уходим ручками к одной из ног. И максимально прижимаемся к ней. Как бы выворачивая таз на противоположную сторону. Туда. И в другую сторону. Не просто вот так. Нет. Мы работаем в первую очередь с суставами. Туда. Туда. Ну и конечно же вы сразу же начнете проседать вниз. Это мое любимое. Мне прям очень сильно помогает. Особенно если прям расслабимся еще на ручке. Сесть. Ну это конечно если вы достаточно низко. Пальтеречки. И не забываем ни в коем случае про подтянутые колени. Потому что даже если вы стоите в каком-то комфортном положении. Так надо сейчас не разъехаться. Если в этом положении вы подтянете колено. Нужно не напрячь его. Да. Как будто бы втянуть вот эту мышцу сюда. А носочек натяните от себя. Вы сразу же проедете. Рекомендую прям попробовать следующий раз. Когда будете тянуться. Ну конечно же не сейчас. Нужно хорошенько, хорошенько разогреться. Вот. Это что касается папиречки. И так. Я прям даже укладываюсь. Я очень быстро и наверное не очень структурированно выдала информацию. Ввиду нашей ограниченности по времени. Конечно же это все, что я могу вам рассказать. Что касается вообще упражнений. Сколько должно быть упражнений и прочее. Используйте разные упражнения. И используйте. Если даже используете одни и те же упражнения. Используйте несколько упражнений на одну и ту же группу мышц. Грубо говоря. Если это подколенное. То это должны быть складки. Это должны быть наклоны. Это должны быть какие-то выпады. Не так, чтобы вы только поделали складочку и все у вас. И все на этом достаточно. Нет, так, к сожалению, делать нельзя. Также и с тазобедренным. Если мы греем тазобедренный, нам обязательно нужно греть его со всех сторон. Классно, если вы ходите к тренеру. И он подбирает вам какой-то уже. Вам не нужно думать. Вам просто говорят, что делать. И уже подобран какой-то комплекс упражнений. Если вы занимаетесь сами. Конечно же, не подойдет вот это вот. Я посидел в бабочке. Мои тазобедренные расслабились. Дело в том, что бабочка греет с одной стороны сустав. Нужно греть со всех сторон. Бабочка. Вот эта штучка. А потом можно посидеть. Так погреться. Поэтому обязательно должен быть прям комплекс упражнений. И нужно научиться все-таки расслабляться. Ну, об этом мы с вами уже поговорили чуть-чуть ранее. О том, что сокращение, да? Расслабление мышц. Вроде бы. Вроде бы. Все. Кстати, в поперечку тоже можно попробовать садиться со стульчиком. Дело в том, что в поперечке вес должен располагаться так, что ваша грудная клетка всегда должна быть выше таза. Поэтому, когда вы меня вот отсюда спрашиваете, а можно ли мне опуститься на локти? Нет, нельзя. Нельзя ни в коем случае. Потому что грудь у вас должна быть обязательно выше, чем ваш таз. Вот. Но вообще под грудь можно подкладывать что угодно, особенно если вы дома тянетесь. Если у вас есть подушки от диванов, вот это положил сюда. Сидишь, смотришь, телек, ноги там разъезжаются. Вот. Отвечаю на Женин вопрос по поводу, надо ли растягиваться по утрам во время зарядки. Что касается вообще, ну, это, знаете, знатная тема, о количестве занятий, необходимых в неделю. Если вы тянетесь по чуть-чуть каждый день, это должно быть действительно по чуть-чуть. Ну, то есть, да. Все, пошла кофе готовить, да? Если вы тянетесь прям хорошенько на максимум, это должно быть не более двух-трех раз в неделю. Ни в коем случае, если вы тянетесь на максимум, это не должно быть каждый день. Другой вопрос, что если вы тянете спину и ноги. Ну, сами знаете, да, я всегда говорю, что без спины не бывает шпагата, без шпагата не бывает спины. Поэтому такие взаимосвязанные вещи и обязательно, ну, в том числе, да, все вот эти вот бабочки, да, которые без вывернутых плеч вы сделать не можете и прочее-прочее. Где таз там поясница, где поясница там спина, да? Так вот, если вы тянетесь прям хорошо, то пореже. Если по чуть-чуть, то, конечно же, в качестве зарядки, да, в качестве просто там понаклоняться, это нормальная физическая активность. Можно тянуться утром. Утром тянуться сложнее. Утром тянуться сложнее. Ну, это с гормональным фоном связано, да, и как-то всегда у всех похуже идет утром. Это нормально, это прям так и должно быть, скажу так. Вот. Еще вопросы какие-то? Наверное, нет, нас мало в эфире. Мы все гуляем, у нас же самоизоляция. Только я, знаете, самоизоляция, что работать нельзя, а гулять можно. Ну, видимо. Не знаю, я сижу дома уже, вот сегодня, 18-й день я сижу дома, гуляю раз в день с собакой. Вот, опять троп. Вот. Привет. Ну что? Спасибо большое, что пришли. Нужно будет мне сейчас сохранить эфир для тех, кто хочет посмотреть его в записи. Ну да, я, конечно, извиняюсь за то, что не очень было, может быть, структурировано, но как есть. Как есть просто потому, что очень быстро. Так, давайте вопрос. Спасибо, что пришли. Вопрос, вопрос. Жду. Жду. Ну, особенно учитывая, да, небольшую задержку всегда. Да, я попробую скачать, ну, я попробую, я попробую, честно. Я со своего точно могу скачать, а вот. Ага. О, привет, у меня такая же история, да. У меня тоже проблема с одним из бедер, оно у меня прям... Да, да, я знаю. Это связано с тем, что, скорее всего, ваш таз... Судя по названию, я так понимаю, что вы танцуете трайпом. И, скорее всего, ваш таз повернут в перформанс эндом. И это уже проб-деформация, ну, назовем это так, да, привет УТС. У меня тоже с одним бедром все нормально, с правым вообще так себе. То есть, когда я сажусь, я прям чувствую, что у меня левая идет легко. И правая, вот, видите, даже я сейчас опускаюсь, и если я, ну, не буду до конца опускаться. Вот, у меня слева нога практически уже лежит, правая еще прям вообще нет. Что мы с этим делаем? Мы кладем правую ножку на полотенце или на какую-то опору. Так, чтобы мы левой ногой проезжали туда ниже, а правая нога находилась под большим давлением в шпагате, чем левая. Сейчас, одну секунду. Сейчас я возьму кубик и покажу, о чем это. Левой ногой мы проезжаем просто, как обычно. И правую ножку мы складываем на опору, чтобы давление на нее было больше. Обязательно распределяйте вес в центр. Не налево, да, куда полегче, а просто в центр, так, как будто бы вы тянетесь, просто вашему правому бедру стало еще хуже. Вот, и через какое-то время можно будет кубик убрать и попробовать посмотреть, что же, что же, какой же результат у вашего правого бедра. И, может быть, в упражнениях найти то место тазобедренного, которое наиболее плохо растянуто. Потому что, если мы используем разные упражнения на разогрев тазобедренного, а мы обязательно должны использовать разные упражнения на разогрев тазобедренного, то мы обязательно чувствуем, где хуже идет, да, с какой стороны. В средней части, да, в задней части, внутри. И вот это упражнение, где прям сложнее всего прорабатывать больше всего и найти, может быть, еще какие-то упражнения, которые именно на ту часть сустава, которая работает хуже. А, это вообще часто задаваемый вопрос, да, куда должны быть носки, когда мы сидим в шпагате. Вообще шпагат, это вот так. Ну, грубо говоря, если у вас есть шпагат, вы должны сесть к стене впритык полностью. И носки у вас при этом должны быть наверх. При этом вот это упражнение, когда мы тянемся с вами на поперечку и ложимся сюда, считается подготовительным, да, когда колено вперед. Но, когда вы тянетесь, так как ваше положение корпуса не наверху, а руки все-таки стоят на полу, ну, понимаете, да, чуть-чуть пространственного мышления, да, вот мы сидели, вот мы наклонились. Поэтому, когда мы тянемся вниз, все равно колено будет чуть-чуть уходить вперед. Ну, я имею в виду, когда мы тянемся отсюда. Колено все равно будет чуть-чуть вперед. Потому что, если вы хотите тянуться с носком наверх, с коленом наверх, вам нужно, так, вам нужно, конечно же, подняться и уже отсюда садиться наверх. Вот. Это что касается носка, который вперед наверх, и никому не понятно, как же должен выглядеть несчастный шпагат, да. То есть, если вы сели, уже сидите, все хорошо, то носочек мы поднимаем вот, вот, наверх. Если вы еще где-то вот тут, сейчас, секунду, где-то вот тут, то носочек чуть-чуть заворачивайте вперед. Колено при этом обязательно должно быть подтянуто настолько. Вообще, во всех упражнениях работайте коленом так, как будто бы вы пытаетесь прям положить его обратной стороной на коврик. Это что касается носочка и кубика, и всех остальных упражнений. Еще вопросы? Жду те самые 30 секунд. Главное, чтобы помогло. Конечно, обращайтесь. Потому что у меня тоже есть это, проблема с правым бедром. Я тоже с этим работала. Наверное, все, да? Спасибо большое всем, кто пришел, всем, кто посмотрит в записи. Не забывайте, что растяжка нам нужна для здоровья, в первую очередь, а не только для красоты, для инстаграма. Хороших выходных вам. Хороших активных выходных дома. Все, счастливо. Спасибо большое, что пришли. Субтитры сделал DimaTorzok